Говорит и доказывает Карасев. Опять в эфире сегодня поговорим и докажем, почему все-таки Зеленскому стоит встречаться с Путиным. Несмотря на разного рода предупреждения, увещевания и тому подобное и так далее, что этого делать нельзя, что это будет признаком слабости и так далее и так далее. Что уже такой Путин великий, всемогущий, Брюс, чтобы бояться к ним встречи. А другое дело в Украине есть тоже свои козыри. Этими козырями Украина пользуется и может воспользоваться. Поначалу, когда Зеленский выступил в своем обращении как бы так знынацко, так раптово, опередил Путина и где-то, наверное, вот с этим опережением поставил россиян в тупик. Мне казалось, что ничего из этого не будет. И казалось, это подтверждается вот этой, скажем так, переброской, переброской возможности встречи в стиле бриллиантовой, фильма «Бриллиантовая рука». Володька, зачем сбрил усы? А приезжайте к нам на Колуму, не, тоже лучше вы к нам. Но, как оказалось, все-таки российская сторона не так, скажем, однозначно, не так негативно смотрит на возможности такой встречи. Первоначальная, скажем так, отказ, мне кажется, был связан с тем, что Зеленский внезапно сделал это предложение. Нужно было взять паузу для того, чтобы, ну, дать определенный ответ. Все-таки, ну, это же не обычная страна с точки зрения России. Да вообще, как бы не обычная страна во всех смыслах этого слова. Хороших, плохих, негативных, позитивных и так далее. Поэтому ответ прозвучало, кстати говоря, достаточно, ну, скажем, такого жительного, без пренебрежения, достаточно серьезно о том, что такая встреча, возможно, только, дескать, там надо двухсторонние только отношения затрагивать. Донбасс там не должен затрагиваться. А вот обсудим только религиозные вопросы в Украине, русской, проблему русской православной церкви. Кстати говоря, вот эта оговорка выдает то, что, ну, внезапно получили вот такое предложение и вовремя, ну, не смогли, что ли, перестроиться или не смогли дать правильный, точный, выверенный в формулировках ответ, ну, и проблемы, так называемые проблемы русские, или проблемы, реальные проблемы русскоязычных украинских граждан в Украине. Поэтому казалось, что все, на этом дело закончится. Но, как мы видим, Зеленский настойчиво ищет такую встречу. Почему, понятно, и скажу об этом ниже. Ну, и Кремль сначала отнекивался, там, уходил в, скажем так, несознанку, брал паузу. Ну, вот сегодня уже есть подтверждение того, что такую встречу Кремль принципиально допускает. Ну, опять-таки, с оговорками. Но не думаю, что вот Кремль будет настаивать исключительно на вот тех вопросах, на которые Путин указал на встрече с Лукашенко, перебрасывая, или перебрасывая проблему на нашу сторону. Путину нужна эта встреча. Так, а вода в Крым не нужна? Накануне засух летнего сезона, туристического сезона. Это двухсторонние отношения, да, двухсторонние отношения. Поэтому это козыры украинские, да, козыры украинские. Поэтому не думаю, что Путину только будет интересно. Главный интерес – это проблемы украинской православной церкви, так, или там русская языка. А вот это важная проблема. Я уже не говорю о том, что для наших двухсторонних отношений нужно закрепить процесс деэскалации военной на наших границах, потому что, ну, пару недель назад стояла полноценная угроза, полноценной, конвенциональной, а не какой-нибудь гибридной войны двух государств. Не прокси-войны, а реальной войны. Поэтому вот почему Зеленский настойчиво ищет все-таки возможность такой встречи с Путиным, потому что, ну, на границах украинцев стояли войска не НАТО, все-таки, и не других государств, при всем там, что корабли заходят в Черное море, есть военные инструкторы на полигоне в Яворове, американские и так далее, но если говорить о вооруженных силах, о армиях, развернутых вокруг Ницо, это была российская, российские вооруженные силы, российская армия. И ситуация была наколена до предела. Это не только телевизионные, скажем так, баталии, информационная война, но на грани чуть-чуть и такой большой конвенциональной войны. Поэтому Зеленскому нужно тоже такие вопросы снять и впредь, потому что мы знаем, что не все войска отведены. Вот эти качалки, вот эти качели, скажем так, эскалация, деэскалация, отвод, завод, войск на границе, он не исключается и в дальнейшем. Так что нужно много вещей прояснить. Не говоря уже о, конечно же, проблемах Донбасса, которые не решить без решения вот этих сложных, кризисных, коллапсирующих двухсторонних отношений у Украины и Российской Федерации. Потому что все решается там. Понятно, что если не будет смягчения отношений или там какое-то сближение, какая-то нормализация, то и подобной нормализации не будет и на Донбассе. При всем при том, что там можно говорить о том, что официально и вообще, так сказать, по структуре нет там, так сказать, тех подразделений вооруженных сил российской армии, которые были на границах или возле границ Украины, там в Воронеже и в других точках вот этой большой границы, или в других местах этой большой границы. Поэтому Зеленскому нужна такая встреча, тем более, что очевидно, все-таки есть понимание, что в ближайшее время, хотя есть такие настойчивые предложения нашей стороны, Америка не присоединится к нормандскому формату и минскому процессу. Мы видим достаточно, скажем так, осторожное, если не пассивное отношение, например, той же Франции или Германии, к дальнейшему, скажем так, развитию или дальнейшему оживлению нормандского формата, который задышал после визита в Париже Зеленского, но еще дышит с трудом. С трудом покашливает, дышит и иногда нужно, так сказать, переходить на кислородный аппарат для того, чтобы заработал, в свою очередь, минский процесс, который тоже до сих пор остается уже в таком постболезненном, но, тем не менее, не совсем здоровом состоянии. Ну, а все-таки главное нужно все-таки находить контакты, потому что Зеленский, ну, не хочет как дрейфовать в той парадигме или в том фарватере, в котором дрейфовал в свое время Порошенко, который тоже начинал с заявлений о мире, а закончил, ну, таким воистовующим, милитарным президентом, так, вот, Зеленский искренне, без вот этих всех, ну, я так, мне так кажется, хотелось бы, вот, мне так кажется, думаю, что это так, все-таки он искренне желает мира, он не циничен, как некоторые, вот, как предыдущий президент и некоторые, скажем так, долгожители украинской политики, он искренне желает мира, поэтому, и пытается, скажем так, и уйти, выйти, выскочить из этой парадигмы, пытается не дрейфовать в этом направлении, поэтому может это показаться и навязчивость, и даже где-то признаком какой-то слабости, но на самом деле это правильный ход, вот, кто бы что не говорил, не предупреждал, не еще увещевал и так далее. Такие двухсторонние отношения, такие, или прояснения, такая двухсторонняя встреча нужна, тем более, что если ухудшаться будут еще и, скажем так, отношения и дальше, правда, уже и, как бы, представить, куда ухудшаться дальше двухсторонние отношения, то это значит попадать исключительно на один вектор внешнеполитический, а мы все-таки, там, при всем прозападном, как бы, прозападность и евроцентричность украинской элиты, без всяких, скажем так, оттенков, в целом она западоцентрична или европоцентрична. Тем не менее, есть нюансы, потому что можно стремиться в Европу, но это можно стремиться под флагами атлантизма, можно стремиться это под флагами континентализма, можно стремиться в Европу вот так, как это делали и сделают, и делают сейчас там чехи, поляки, болгары, румыни, да, можно как венгры, например, или как Франция, Германия, или там Австрия, у которых, ну, хотя и сложные, но и при этом все-таки ровные, так, отношения с Российской Федерацией, вот Австрия, Венгрия, кстати говоря, вот эта вся история с Чехией, при всем при том, что там могут быть замешаны службы, РУ и так далее, тем не менее, это еще и такой показательный кейс для того, чтобы Чехословакию, как слабое звено Центральной Восточной Европы, выдернуть, сделать ее исключительно антироссийской, для того, чтобы Центральную Европу сделать и Восточную Европу сделать всю анти, сплошной антироссийской, потому что Венгрия, спутник, атомные станции, Австрия свою позицию высказывала, так, а вот Польша, Словакия, Чехия до, Чехия была, скажем так, посрединке, так, там достаточно были влиятельные пророссийские, так называемые пророссийские силы, но были прозападные, сейчас мы видим, как Чехия превращается, ну, исключительно антироссийскую страну, мне кажется, это не случайно, для того, чтобы потом это передалось, там, на Австрию, на Венгрию, ну, потому что новая холодная война, она, или предыдущая холодная война, и нынешняя новая холодная война, она начинается, вообще-то, с противоречий вокруг или по поводу Центральной и Восточной Европы, так было в 46-м, 48-м годах, так, очевидно, это и будет, если дальше тренды на новую холодную войну будут усиливаться, так оно будет и сейчас, кстати говоря, вот вчера по запросу поляков было заседание руководителей Вышеградской четверки, так, Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, и благодаря Венграм удалось исключить самые такие скандальные, жесткие формулировки по итогам заявления, так, поэтому вот что значит, скажем так, эти нюансы, дипломатические, геополитические и так далее, так что, я думаю, это борьба за Центральную и Восточную Европу, ну так вот, мы можем быть страной с двойной идентичностью, как в свое время Франция была страной Атлантической, потому что, ну, выходы к Атлантическому океану через Среднее море, затем там и через Испанию, так, и континентальной, потому что всегда участвовала в концерте, в геополитике великих держав европейского континента за гегемонию на европейском континенте, поэтому всегда считала, что Франция имеет двойную идентичность, или как Британия всегда имела двойную идентичность, кантосаксонскую и европейскую, так, так что и мы тоже, мы не исключительно должны быть, если там курс НАТО, Европейский Союз и так далее, будут и дальше, так сказать, углубляться, так, хотя тут надо подумать, как это делать, в каком темпе, может быть, умеренно сбавить более по-умному, а не разжигая, или, скажем так, наталкивалась на разного рода конфликты и красные линии, которые, в свою очередь, сегодня становятся основным компонентом международных отношений, каждая страна выдвигает свои красные линии, которые нельзя переходить, потому что, когда не действует международное право, когда не действует, скажем так, конвенциональное или конвенция относительно правил международной игры, международной политики, вот тогда каждая страна выдвигает свои красные линии, за которые, как бы, никто не должен переходить, но, по крайней мере, так это сегодня звучит, и не только у Путина, где это, ну, скажем так, рельефно прозвучало в его послании к Федеральному собранию, Но это, кстати говоря, к слову. Так вот, мы должны быть тоже, скажем так, с двойной идентичностью. С одной стороны, прозападная, ну, проатлантическая. Если уж так, сейчас история нас толкает в эту сторону, и поскольку внесли, или точнее, это прописано и записано в преамбуле украинской конституции, что сделали депутаты так в 19-м году. А с другой стороны, мы континентальная страна, евразийская страна, потому что мы не Чехия, Польша, даже Польша, не Словакия, маленькая Венгрия для того, чтобы вот замыкаться вот в этом восточноевропейском, центральноевропейском, подкарпатском, или прикарпатском, или закарпатском ареале. Мы не карпатская страна. Мы больше. Мы и степная страна, так сказать. У нас и лесостеп, и левобережная Украина. Поэтому мы и евразийская страна. В том смысле, что мы ворота в Евразию, Большую Евразию. Китай, Иран и так далее, и так далее. И потом на Ближний Восток, не говоря уже о России, которая занимает центральное место в евразийском континенте. Так что у нас двойная идентичность. Более того, возможно, даже если говорить о континентальности нашей, то мы биконтинентальны. Потому что мы бинарно континентальны. Потому что, с одной стороны, мы должны ориентироваться на такие крупные континентальные государства, как Франция, Германия. И это наши партнеры по нормандскому формату. С другой стороны, континентализм, он идет и вглубь Евразии туда, хотя бы на Китай. Понятно, что остается атлантический вектор, но, тем не менее, вот эти все нюансы, которые нас отличают от центральноевропейских государств, от балтийских, от причерноморско-каспийских. Не говоря о западноевропейских государствах, конечно же, нужно учитывать. Поэтому мы не исключительно про западную страну, поэтому и внешняя политика наша, она должна быть более нюансированной. Дипломатия должна быть более нюансированной, не привязанной к одному вектору, не привязанной к одному якорю, который находится там в Брюсселе или Вашингтоне. Поэтому, если не работать на, скажем так, и не рассчитывать на улучшение двухсторонних отношений, нормализацию отношений с Российской Федерацией, если не стремиться к встрече с Путиным, который действительно встреча может решить. Не все, конечно же, но часть вопросов и по Донбассу, и по другим больным, скажем так, точкам двухсторонних отношений, та же военная блокада Керченского пролива, которая мешает все-таки экономическому, торговому обороту Азовского моря Украины, где Мариуполь, порт, где металлургия и так далее. Вот это все надо решать, невзирая на разного рода советы, что это будет с позиции слабости, что Путин только выступает с позиции сил. Еще раз говорю, у нас тоже есть свои козыри. Россия тоже не хочет, мне кажется, чтобы Зеленский все время встречался с западными лидерами. Ну, пока с Байденом встреча не предвидится в ближайшее время, а возможно, скажем, возможно и получится встретиться в то время, когда Байден будет в Европе. Это где-то в середине июня, та, когда Байден будет в Европе на саммите НАТО в Брюсселе. Но с Блинкеном, глава Госдепартамента США, госсекретарь США, встреча будет, встреча с Дудой будет, президентом Польши, с рядом других лидеров. Тоже загонять Зеленского в ту же нишу, демонстрируя, скажем так, царственность свою, царскую неуступчивость или самодержавное презрение. Но это тоже неправильно, мне кажется, в Кремле это понимают, что нельзя все выталкивать Украину в одну нишу и Зеленского в эту исключительно проатлантическую нишу. Поэтому два с половиной года не было полноценной встречи двух лидеров, несмотря на войну, но война, слава богу, гибридная. Была бы это конвенциональная война двух государств, это было бы, конечно же, намного сложнее делать. Конечно же, намного сложнее пришлось бы решать вопросы согласования повестки и места этой встречи. Но пока, слава богу, конвенциональной войны нет двух государств. Поэтому есть шанс для того, чтобы встреча состоялась, и неважно где, есть шанс на то, чтобы договориться и не только по гуманитарным проблемам, но и по проблемам, скажем так, воды и Крыма, и вообще, что происходит там на границе, может быть, поэтому сегодня Зеленский находится в Херсонской области, так, и осуществляет, скажем так, осмотр по местности, так. Ну и, конечно же, частично можно решить проблему Донбасса. Тогда, точнее так, вопрос не будет решен по Донбассу, но какие-то новые акценты, нюансы политической воли Кремля для того, чтобы повлиять на так называемые ДНР и ЛНР, и их так называемых руководителей, вполне может быть. И еще раз настаиваю, что проблемы Донбасса не решить, если не будут решаться постепенно вопросы двухсторонних отношений. Поэтому нужно встречаться, нужно бороться за эту встречу, поскольку это принесет не только деэскалацию, военную деэскалацию на границах Украины, не только, намного отодвинет, скажем так, опасность, тревожность вот этих, угрозу, так как прямого столкновения двух государств, но и, конечно же, может способствовать принесению мира на Донбасс и возвращению в Донбасс. Возможно, даже можно о чем-то договориться и по какой-то модификации Минских соглашений. Потому что проблема неуступчивости России заключается в том, что она не желает решать проблемы Донбасса без того, чтобы не решить вопросы двухсторонних отношений. Мне кажется, здесь главное находится. Вот здесь ключ к решению в том числе и проблемы Донбасса. Поэтому встречи, которые могут принести результат, никогда не являются встречами ради встречи или встречи со слабых позиций. Если результат будет и шансы на это есть, есть определенные карты, есть аргументы, значит, это уже не позиция исключительно слабых, по крайней мере, а позиция достаточно сильная для того, чтобы претендовать и выцарапывать результат, конечно же, в сложных переговорах, в сложные встречи. Такие встречи абсолютно нелегкие. Но кто говорил, что доля президента, жизнь президента или деятельность президента должна быть легкой? Никто никогда не таких гарантий не давал. Это был блог «Говорит и доказывает Карысев». Не забудьте подписаться. Так что активнее подписывайтесь и будем говорить, будем доказывать. А проблем всякого рода хватает для того, чтобы о них и поговорить, и доказать. Всего доброго.